Ребятушки, всем привет! Я Павел Городницкий, это Ахинея и Брахло. Самая графоманская программа о русском футболе. И не только, кстати, о русском футболе. Сегодня и Зенит, и Спартак, и немножечко Локомотив, и капельку даже Лондонский Арсенал. Все мы охватим, в том числе лимит на легионеров. Это уже во второй части, где вы задаете ваши гениальнейшие вопросы, а я по-брахлянски на них отвечаю. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол и поехали! Спартак вздернул на поле дома. Давайте разберем эту легендарную эпическую победу вот по пунктам. С одной стороны, Спартак мне очень понравился в первом тайме. Как он огрызался, как он атаковал, как он реагировал на атаки на поле. Было почти все идеально. И еще больше меня впечатлило, как Спартак вышел на второй тайм. Вообще, как будто бы без желания идти в нападение. И считалось, что ага, вот он второй Лестер. Сейчас Наполе запихает один, потом второй как минимум, потом еще третий, четвертый и так далее. Но после счета 2-1 у Наполи, по сути, моментиков-то и не было. И в конце запрессинговали Наполи, хоть Расказов и не умеет бросать ауты. Тем не менее, реакция Спартака на 2-1 божественная. Спартак выдержал этот удар. С другой стороны, Наполи приехал в Москву без трех игроков основы. И там было холодно, снег, красный мяч и так далее. Было ясно, что неаполитанцам будет некомфортно. Поэтому я лично сразу же загрузил на не поражение Спартака. Это читалось, и я поднял немножечко бабла. Смущает меня что? Бешеная реакция Спартака. Нездоровая. Вернее, не Спартака, а его фанат. Хотя Спартака тоже. Потому что, например, Антон Фетисов, который работал в Спартаке, сказал, что Спартак это еврокубковый клуб. Чушенцы, естественно. Все знают Санг-Гален, Легия и так далее. Но фанаты, как они почему-то восприняли эту победу, единственную победу за 8 матчей. Как будто бы Спартак уже все, выиграл Лигу Европы. Поднял над головой Кубок UEFA и будет сражаться в Супер Кубке UEFA. Ну какая-то бредятина. Короче, всем адекватным фанатам Спартака я желаю победы над Легией. Всем больным фанатам, ну что ж, лечитесь. Самый частый вопрос по Спартаку у нас какой? Естественно, почему Спартак так по-лузерски выступает в РПЛ и так солидно смотрится в Лиге Европы? У меня два объяснения. Первое, Селихов. Селихов спас и в Англии, где вытащил пенальти. И с Наполи дома тоже неплохо тащил. Во-вторых, сказывается психология. Пожалуйста, вот фрагмент из сериала «Игра». Там буквально минута. Послушайте, посмотрите внимательно. У нас в Легионе, в учебке, было испытание такое. На первый взгляд, может показаться глупостью, но поверь мне, на самом деле это не так. Бойца раздевают догола и закрывают в душ. И вместе с огромной крысой. Фу, какая гадость. А чем? Ты должен убить ее руками, ногами, зубами. Чем угодно. Так вот, ты бегаешь за крысой, рано или поздно загоняешь ее в угол. Ха, и вот тут начинается самая жесть. Когда крыше некуда деваться, она бросается на тебя. Да еще так отчаянно, что не ты ее гоняешь по душевой, а она тебя. В общем, если ты сможешь убить крысу, то тебе после этого уже ничего не страшно. К чему я веду? Спартак после 0-1 с Легией оказался как раз в положении этой крысы. Причем, это очень лестная роль, когда ты зажат в угол. Когда тебе некуда отступать, когда уже некуда падать, ты так собираешь все последние силы и рыпаешься на своих оппонентов. И, соответственно, Спартак прыгнул и на Наполи, и на Лестер. Лестер более-менее удар выдержал, а вот Наполи нет. И об этом мы поговорим в следующем сегменте. Меня жутко разочаровал Лучано Спалетти. Согласитесь, что Лучано и так на бешеной харизме, вот просто от природы. Но он зачем-то начинает играть в какие-то игры разума. Ладно, окей, ты проиграл дома, но зачем после этого не признавать поражение, не принимать поражение, а вопить. Встретимся в Москве, встретимся в Москве. Тебя обыграли. Более слабым составом. Все, вытри, пожалуйста, слюни, сопли, слезы и готовься к московскому матчу. Вместо этого Спалетти там что-то буянил, что-то обещал, приехал в Москву, ничегошеньки толком не показал и демонстративно не пожал руку. Я думаю, что после такого поражения всем уже очевидно, я об этом, кстати, говорил на канале День физкультурника про европейский футбол, ссылочка в описании, подписывайтесь. Я говорил, что у Спалетти таких матчей будет еще много, потому что он, я не знаю почему, но он плывет. Точно так же было в Зените, я это все видел с близкого расстояния, он потерял раздевалку в конце концов, он просрал, по сути-то, два чемпионства, он не выходил из групп в Лиге чемпионов, и там были, естественно, эти выездные тоже лузерские матчи, и, возможно, у Спалетти Симак научился вот такой трусости на выезде в Еврокубках, об этом тоже попозже поговорим. Для меня Лучано Спалетти самый переоцененный тренер Зенита. Почему-то многие фанаты до сих пор говорят, о, Лучано, такие были времена, атакующий футбол, два чемпионства подряд. Для меня 13-й и начало 14-го года перечеркнули все практически хорошее, что было при Спалете. Так что я ни капли не удивился, что теперь его называют лысым мудаком. Но все равно это хуже даже, чем я мог себе представить. Ребятушки, 28-го ноября, последний топ-матч осени в РПЛ. ЦСКА против Зенита. Моя ставочка у вас на экране, где я ее сделал у моих легальных партнеров из Париматч, которые вернули фрибет на 1000 рублей. И как же получить эту халявную тысячу? Очень-очень просто. Кликаем по ссылочке из закрепленного комментария. Проходим регистрацию, проходим верификацию. Это все суммарно занимает не больше 5 минут. После этого пополняем баланс, получаем бесплатную тысячу, грузим куда-нибудь ее, выигрываем и чистый выигрыш капнет вам на счет живыми деньгами. Еще раз фрибет забираем по ссылочке из закрепленного комментария и скачиваем приложение Париматч. Вот недавно во время Лиги Чемпионов я им пользовался, остался полностью доволен именно приложением, но, к сожалению, не своими ставочками. Александр Соболев должен быть сборной. Я не знаю почему, но когда Карпина спрашивают про Соболева, он очень неохотно поддерживает диалог. Возможно, мне кажется, возможно, Карпин видит в игре Соболева какие-то минусы, которые не видим мы. Я лично вижу у Александра три недостатка. Во-первых, у него неустойчивая психика. Он иногда напяливает на голову корону. Он сам признавался, что такое было и в крыльях, и до этого, когда казалось, что все, я король мира поимел тут всех. А потом выясняется, что надо дальше работать, что можно оказаться в запасе. Так вот вышло и в начале этого сезона в Спартаке. Второй минус. Глупейшие карточки Соболева. Он же пропустит матч с Легей из-за того, что он там локтями попихается, где-нибудь еще что-нибудь исполнит. Посмотрите, пожалуйста, расклад по Хускорт. Сколько у него карточек. Слишком дофига. И, естественно, третий минус. Пиар-агент Александра Соболева, Елена Болотова. Но это отдельная тема, о ней как-нибудь поговорим. Но в любом случае, тетка такая себе. На любителя. В остальном же Александр Соболев суперский футболист. У него куча положительных качеств. Он боец однозначно. У него стопудово есть характер, в отличие от Феди Смолова. И я думаю, что весной именно Соболев в идеале должен быть, если он сохранит форму, он должен быть основным нападающим сборной России в стыковых матчах. Если уж Карпин поставил крест на Дзюбе, который тоже, как Карпин сам признал, имеет лидерские качества, надо по-любому брать Сашку Соболева, как говорится. Зенит не обыграл шведских колхозников. 1-1 с Мальме. Вроде бы и не стыдный результат. Но по факту там, конечно же, гордиться нечем. Потому что первый тайм ужаснейший. Пять защитников. Здесь, конечно же, Аршавин спрашивает, то есть, Мака, как же чемпион России может играть в пять защитников? Со шведами, естественно, да, это стремно стыдно и необъяснимо. Но пять защитников принесли успех, например, в матче со Спартаком 7-1. Так что, в принципе, пять защитников это изначально по дефолту не всегда оборонительная схема. Но в любом случае, меня еще больше, чем ужасный Зенит, поразили некоторые московские медиа и некоторые телеграм-аккаунты, где писали на полном серьезе, что если бы Зенит не сравнял счет на последних минутах с якобы спорного пенальти, хотя я не понимаю, чего там спорного, такой фолл по-любому бы свистнули в центре поля, так вот, если бы Зенит не сравнял, занял бы свое привычное четвертое место в группе Лиги Чемпионов. Видимо, люди не умеют изучать турнирную таблицу, потому что очевидно, что даже если бы шведы, самая слабая команда Лиги Чемпионов, даже если бы шведы обыграли Зенит 1-0, потом надо было бы набирать очки с Ювентусом, не факт, что это бы удалось, и Зенит, проиграв Мальме и набрав три очка в группе, все равно вышел бы в Лигу Европы. Но почему-то об этом не пишут, считая, что если бы Зенит проиграл в гостях, то никуда бы не попал. Это чушь. Ребятушки, будьте капельку объективнее, хотя я вот что скажу. Реально, очередной очень-очень посредственный групповой этап и Сергея Симака. Почему так происходит? Я попробую объяснить. В Зените мало людей, типа Ярослава Ракицкого и Артема Дзюбы. Дзюба при всех своих минусах взял в решающий момент ответственность, да, херово пробил пенальти, но по крайней мере не засал, не испугался и так далее. Ракицкий тоже не испугался, жахнул без шансов. А что же остальные? Вот хвалили Клаудинью, но его как только начали бить по икрам, по голеностопам, он сразу такой «Ой, а как же так? А почему меня трогают?» И спарился с поля. Малком играл на чистогане, на чистых мячах. Чистяков вообще психанул. Вот его хвалили после матча в Лондоне, когда он не уступал практически в единоборствах, но все равно зевнул. Укаку говорили «Ну один раз, ну это же один из лучших форвардов мира, ну понятно, да, такое бывает». Но со шведами Чистяков психанул на ровнейшем месте. И вот это все наслаивается, наслаивается, наслаивается. В итоге получается, что у «Зенита» нет характера, и возможно характера не хватает и Сергею Симаку, потому что это уже накопительный эффект. Я писал в колонке на «Спорт24», что вот «Зенит» выигрывал у «Лейпцига» два года назад 1-0, почти поверил в выход в плово в Лиге Чемпионов, получил 2, потом поехал в Лиссабон в последнем туре, терпел тайм, узнали, что «Ага, правильно матч и все хорошо», просрали 3-0, блин, что же происходит, четвертое место впервые, и дальше 3 луза в сезоне 20-21, и уже ты едешь и понимаешь, блин, гостевые Еврокубки, гостевая Лига Чемпионов, ну, по-любому, нам капец. Вот этим всем определяется психология, и из-за этого все так грустно. Ладно, переходим к более веселым темам. «Зенит» обнаглел с билетами на Челси. У меня спрашивали еще месяц назад, как ты думаешь, за сколько можно будет взять билетик на Челси? Самый дешевый, просто вот одним глазом, из какого-нибудь херового места, самого высокого яруса. Там есть даже специальные места, типа с ограниченной видимостью. Просто посмотреть на победителя Лиги Чемпионов, я вот хочу, как ты думаешь, Паша, сколько попросит? Я отвечал, наверное, 2000 рублей или 3000 рублей. В итоге, фактически, остались билеты за 4 косаря, но в основном они стоят 5, 6, 7, 11 и так далее, при том, что для «Зенита» этот матч не имеет вообще никакого значения. Это просто товарняк, приедут сюда гастролеры из Лондона, им нужно набрать 3 очка, выйти с первого места в плей-офф Лиги Чемпионов, и все. И, вероятно, этим закончится. Каким-нибудь там 2-1, 3-1, разгрома, я думаю, что не будет, но и «Зенит» явно ничего не отберет. И вот мне пишут, блин, а почему так дорого? А, видимо, такой спрос. Потому что на «Ювентус», например, такого спроса не было. Здесь же декабрь, и в фан-клубах «Челси» все спрашивают, я хочу поехать отсюда, 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 как вы думаете, удастся ли там заполучить билетик? При этом, люди пытаются купить билеты на каких-то и деньги, либо посмотрите по телевизору, я вам советую, идите в хороший бар, возьмите себе хорошие еды, хорошие напитки и смотрите 6-й тур Лиги Чемпионов именно там. Если бы мне заранее сказали, что «Зенит» так выступит в Лиге Чемпионов, я бы не брал никакой абонемент, а так у меня был абонемент на 3 матча, на «Мальме» мы с Ульяной Владимировной сходили, «Ювентус» погода была ужаснейшая, посидели дома, начался, вероятно, все-таки пойдем, чтобы было не совсем обидно за просранный абонемент. Ну а так, конечно же, блин, 5-6 косарей за товарищеский матч, ну какой-то цирк. Я думаю, что даже в 2002 году, когда «Зенит» не играл в Еврокубках, когда «Зенит» был не избалован приездами каких-то европейских команд, на товарищеский матч с «Миланом» Андрея Шевченко билеты, ну с учетом инфляции, стоили все равно дешевле, чем на матч против Челси. Почему я болею за «Спартак» в Лиге Европы? Во-первых, я обещал, проведу с клоунским носом, вот здесь вот, с настоящим поролоновым, а у «Азона» сейчас акция, очень дешевые клоунские носы, хочется уже выполнить какое-то обещание, потому что до этого я обещал разыграть фурблок у Кокорина, если он забьет там 6, кажется, голов, он не забил, после этого я обещал разыграть годовой абонемент на просмотр матча РПЛ, если Илья Геркус и его заявка победят в тендере, тендера не случилось, получается, я вам все что-то обещаю, 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 и вот теперь пусть Спартак выходит в плов в Лиге Европы, я хочу сидеть с клоунским носом, но есть и вторая причина, почему я Спартаку желаю удачи, если вы давно смотрите мои выпуски, то знаете, я об этом говорил миллион уже раз, что Алексею Миллеру в целом по херам, что там Зенит исполняет в Еврокубках, хоть вылетайте сразу, главное берите РПЛ и дважды в сезоне отдирайте Спартак, а тут опа, Спартак может сразу катапультироваться в одну восьмую Лиги Европы, а Зенит в одну шестнадцатую, то есть Спартак по умолчанию, если займет первое место, к сожалению, вот я записываюсь до матча Лиги против Лестера, так что не знаю наверняка, но так вот, если Спартак все же занимает первое место в группе, то он оказывается в одной восьмой финала, если занимает второе, в одной шестнадцатой, то есть наравне с Зенитом, и получается такая заочная борьба, Зениту это будет принципиально, и наконец-то появятся хоть какие-то, ура, задачи в Европе, ну а совсем далекая мечта, как вот Уткин мечтает о матче Россия-Украина, и считает, что это будет миротворческая какая-то игра, нет, чушь, понятное дело, вот, а Зенит-Спартак в Еврокубках, это было бы грандиозно, я бы просто оргазмировал, один раз такое могло случиться в 2008 году, к сожалению, Спартак уступил тогда Марселю, но вот сейчас второй шанс, хотя вы понимаете, что шансов на самом деле нуль целых, и наверное, пять десятых. Ральф Рангник едет тренировать в Манчестер Юнайтед, сразу сори, что в этом выпуске нет практически ни слова о матче Локомотива с Лацио, да чего там, вообще нет ни слова, я записываюсь незадолго до стартового свистка, иначе мы бы не успели выйти в пятницу, а очень хотелось это сделать, но есть главная инфобомба, Рангник на полгодика едет в Манчестер, чтобы поднимать Юнайтед к вершинам АПЛ, как ожидаемо и неприятно, на самом деле, все было прогнозируемо, если вы отмотаете несколько выпусков Айбэйли семи инсайдов назад, то увидите, что я там говорил, что Ральф ужасно востребованный в Европе человек, и было наивно предполагать, что он как-то задержится в Локомотиве, ну вот он и не задержится, правда есть супер наивные, супер доверчивые люди, которые говорят, у него же свое консультационное агентство, и он будет совмещать, он будет тренировать Юнайтед, а параллельно помогать Локомотиву, писать стратегию и так далее, вероятно, эти люди не понимают, что такое ежедневная, постоянная работа с топовой футбольной командой, ну что ж, я вам сочувствую, но для меня очевидно, что Рангник, это была такая ширма для Томаса Цорна, знаете, мем про большую и маленькую собаку, вот большая собака это Ральф Рангник, а маленькая Томас Цорн, Цорн после Спартака понимал, что если он сольно придет в Локомотив, его будут воспринимать как мелкого жулика, поэтому он прикрылся Рангником, который там иногда что-то консультировал, теперь же Цорн станет по сути главным, и сможет вести своих Баду и других клиентов сможет навариваться, помяните мое слово. Ну а я вам что еще скажу, в паблике Блокнот, и в телеграм-канале Блокнот тоже, который ведет Никита Васюхин, есть отличный, хоть и короткий пост о том, как вероятно Рангник будет играть с Ман Юнайтед, похоже, Криштиан Роналду к обздец, ну а подробнее по ссылочке в описании, подписывайтесь на Блокнот, один из мастхэв каналов. Селюк о бразильцах, в наши клубы едет невостребованное говно, это целая индустрия развода лохов. Естественно, Дима Селюк набросил ради заголовка, ему тут же припомнили всех этих африканцев, кто-то назвал их рабами, кто-то троллил самого Селюка, что у него клиентики это в общем-то лохи, но раньше все было именно так, как говорил Селюк, особенно в нулевые. На одного дисциплинированного бразильца приезжали 10 распиздяев. Вот чем они занимались, объективно? Они плакали, что им тут холодно, они просились в аренду, они давали какие-то странные, несогласованные интервью. Они вечно опаздывали, отжирались, тусили, бухали, уходили в депрессию. То есть, я помню даже раннего Вагнера, которого сейчас просто превозносят. Говорят, лучший легионер в истории РПЛ, возможно, лучший. Но 20-летний Вагнер ныл Гиннеру каждую неделю. Приходил и говорил, у меня сыну тут холодно, я тоже замерзаю, я хочу домой, отпустите в аренду. Ему Гиннер говорит, какого хера я заплатил за тебя деньги, будь добр, пожалуйста, исполняй контракт. И Вагнер со слезами на глазах уходил, говорил, я не буду за вас играть, но ему хотя бы хватало совести выкладываться в матчах. На тренировке он забивал, понятное дело, кто-то и в матчах тоже пинал хер. Так что, в целом, эта реплика про бразильцев довольно верная. Для меня самый странный и необъяснимый бразилец за всю историю чемпионата в России это Дугло Сантос, у которого совершенно не бразильский, как будто менталитет, мега дисциплина, я не понимаю, почему он до сих пор не в нормальном европейском клубе. Возможно, у моего любимого властемила Петержелы тяжелая деменция. Смотрим высказывания власты. 17 октября. Петержелы, что сказал? Зенит станет чемпионом, кризиса в команде нет, об увольнении Симака не может быть и речи. 3 ноября, снова цитата Петержелы. Зенит должен сменить тренера по итогам сезона. С Симаком команда плохо выступает в Лиге чемпионов. Проходит еще неделька, 10 ноября. Петержелы о Симаке. Под ним невозможно раскачать лодку. Он лучший тренер для Зенита. У меня есть две версии. Возможно, властемил действительно уже как-то жестко на таблетках. Жестко не выкупает. Смотрит какие-то отдельные матчи, а Зенит судит по результатам. Но все равно по привычке отвечает на звонки от российских корреспондентов. Вторая версия. Ему звонят какие-то стажеры, ну потому что Петержелы сейчас не самый ценный спикер и так далее. Звонят стажеры и ленятся даже нормально расшифровывать, что он там говорит. Потому что Спорт, например, недавно публиковал цитату Петержелы, кажется, в разговоре с РБ, где Петержелы сказал, что Зенит опять станет чемпионом, как при мне в 2008 году. Но вряд ли Петержелы настолько выжил из ума, что он забыл, что его уволили в 2006 году и что он не становился чемпионом с Зенитом. Если так, если правда он чокнулся, это, конечно же, катастрофа. Здоровья вам, пан Властемил. У Миранчука есть предложение от Зенита. Очень смешно это читать, но еще смешнее, наверное, тем, кто придумывает эти инсайды, потому что что у Миранчука, что у Головина, этих предложений от Зенита целые стопки. Я думаю, что как вот, простите за пошлое сравнение, как из Хогвартса сова прилетает с какими-то письмами, так им факс выплевывает ежедневно, что Зенит готов их подписать хоть завтра. Семак тащится что от Миранчука, что от Головина. Это вообще не новость, но две другие команды, которые интересуются Миранчуком, это Дженуа Андрея Шевченко и Торино. Я уже рассказывал, что Торино бы идеально по стилю подошел бы Миранчуку, чтобы там вырасти и, возможно, потом вернуться в Аталанту и там стать игроком стартового состава. То есть у Леши три неплохие опции, это по сути. Это либо команда, где тренер разговаривает на русском языке, либо команда, где тренер Юрич ставит очень современный футбол, хоть и энергозатратный, но все равно там такая мини-аталанточка. И третий вариант срубить бабосиков, потому что в Зените ему дадут, я думаю, что минимум 3 миллиона евро в год. Отсеялись всякие ложовые команды из серии А, так что Леша может зимой выбирать и сейчас уже кажется, что остаться в Аталанте это худшая опция для Миранчука. Что вы думаете, пишите, естественно, в комментах. Арсен Венгер может вернуться в Арсенал. Эта новость сюда бы не попала, если бы не восторженная реакция Вадима Лукомского, который просто написал в Твиттере «Ааа, я узнал, я убедился, что Вадим Лукомский все-таки человек, все-таки он сектант Арсенала, все-таки у него есть эмоции, он не робот». Потому что если Артета все-таки вернет Венгера в Арсенал, у Венгера будет такая же примерно роль, как у Романцева при Карпине. Карпин же тоже привлекал Олега Ивановича, чтобы тот приезжал, смотрел тренировки, что-то советовал с высоты своего опыта. И такая же, вероятно, функция будет у Венгера. То есть он будет таким, как написали бы коллеги из одного издания с петухом, свадебным генералом. Но если вы фанат Арсенала, все равно поздравляю вас, потому что, видимо, если Венгер придет, это будет примерно как камбэк Андре в 2012 году, то есть все равно яркое, приятное событие. Президент Урала Григорий Иванов. Сможем предложить Кокорину хороший контракт, но не такие деньги, как в Ферентине. Если вы смотрели замечательный сериал Трудные подростки, кто-то считает его безвкусным, я считаю его шикарным и саундтрек там божественный. И вообще, смотрите, короче, Трудных подростков, то вы помните, кто такой Герман Алексеевич. Это руководитель всего этого центра перевоспитания, где как раз-таки были трудные подростки. И ролевая модель этого Германа Алексеевича вот в нашей реальной жизни это Григорий Иванов, который перевоспитал Смолова, потом звал Мамаева, звал Дзюбу, чтобы они тоже как-то в Урале раскрепостились, начали забивать, подумали немножечко о жизни, увидели жизнь в провинции и так далее. И теперь Григорий Иванов зовет Сашу Кокорина. Я бы на месте Кокорина даже не отвечал на звонки из Екатеринбурга, потому что это дико опасно. Мне рассказывали, что как-то раз Иванов настолько выбесил футболист его мини-футбольной команды, что Иванов угрожал или даже стукнул клюшкой для гольфа или для мини-гольфа, но, короче, там все было крайне жестко. У Иванова меры все очень серьезные. Но, судя по всему, Кокорин может в теории согласиться, ему же нужно как-то вернуться в Россию. Почему бы не провести веселый сезон в РПЛ? Я бы очень хотел увидеть, как Саша выходит на тренировку, например, с таким огромным фингалом, который прилетел ему от Иванова. И еще я бы больше хотел послушать, как Иванов комментировал бы действия Кокорина на поле. Я думаю, что там было бы просто золото. Барахло. Ваши альбомные вопросы, мои микстейповые ответы, но для начала подписывайтесь на мой канал, потому что 30 тысяч подписчиков сами себя не наберут. Мне обязательно нужна ваша кнопочка подписаться и удар по колокольчику, чтобы уже вы не пропустили никаких выпусков и никаких стримов. Тебе не кажется, что Денис Казанский зазнался? Я не общаюсь с Денисом ни в ежедневном, ни в еженедельном, ни даже в ежемесячном формате, но у меня нет ощущения, что он как-то слишком сильно поверил в себя. Да, он отказал Матч ТВ, когда его позвали на ток-шоу «Есть тема», и я полностью понимаю Казанского. Если бы меня позвали, я бы тоже отказался, но меня никто не позовет, потому что я в бане на Матч ТВ. С другой стороны, он однозначно лучший комментатор футбола в стране, он ведет топовое футбольное шоу, топовый футбольный подкаст, он ходит на что, где, когда, он снимается в сериалах, как минимум в сериале «Крюк», снимается в фильмах про Стрельцова тоже, так что у него есть все права, чтобы немножечко выше себя оценивать. Он того долго ждал. Еще, например, пять лет назад Денис Казанский был таким средним комментатором. Если бы кто-то спросил, кто вот топ-3 комментаторов страны, там бы не было Казанского, но он вырос в сознательном возрасте и, возможно, где-то у него появился легкий, едва заметный снобизм. Я этого, повторяю, не вижу. Единственное, что меня смущает, это его твиттер, где он постоянно форсит свою фирменную фразу. «Ну а как?» Еще с такой интонацией. «Ну а как?» Да, это его фирменная фраза, как у какого-нибудь, например, Дмитрия Губерниева «Уважаемые друзья». Но если ее повторять слишком часто, она приестся и будет уже такой затертой. Я в свое время именно поэтому отказался от регулярных упоминаний «Цирка Автова». А сейчас борюсь с тем, чтобы не говорить, вернее, чтобы говорить или чтобы не говорить. Короче, чтобы не упоминать «Спортэкспресс» в значении издания, где постоянно какие-то штампы, какие-то фразеологизмы и другие затертые вещи. «Как тебе идея проводить чемпионат мира раз в два года?» Идея охренительная, но ровно при одном условии. Мы проводим чемпионат мира раз в два года, но отменяются. Вонючая, никому не нужная футбольная олимпиада. Чемпионат Европы «Нахер пошел», «Кубок Америки», «До свидания», «Кубок Африканский», «Кнация этих» и так далее в помойку. Австралия забыла про свои локальные турниры. Все, есть отбор на чемпионат мира и есть сам чемпионат мира. Не попал на чемпионат мира, сочешь Бибу. Раз в два года нормально, потому что и так проходят крупные турниры, считайте, что раз в два года. Но когда говорят «Ох, это будет слишком часто, это ой, нельзя так делать», часто это Денис Казанский и фраза «Ну а как?» А чемпионат мира раз в два года вполне нормально, в два раза реже, чем в странном хоккее. Есть ли инсайды про лимит в РПЛ? Мега частый вопрос, постоянно меняется положняк, на данный момент он такой, предлагают 10 легионеров, 15 русских в заявке, можно добавлять 11 легионера, но тогда ты платишь бабке команде, у которой играет русский футболист младше 21 года, еще неизвестно, сколько денег надо платить, еще неизвестно, одобрит ли этот нюанс. Но вот планируют продавить 10 плюс 15, и если честно, я начал размышлять, вот будет 10 плюс 15, для «Зенита», наверное, это плюс, для «Локомотива», ну возможно, тоже «Торн» наварится, для «Спартака», «ЦСКА», «Краснодара» не факт, что это какое-то преимущество. Я бы скорее вернул лимит на поле, когда, например, ты можешь использовать 8 легионеров и 3 у тебя должны быть россиянина, или 7 плюс 4, потому что даже вот на примере «Спартака» взяли «Хендрикса» взяли «Кафрие». Ну, «Кафрие» окей, хоть как-то прилично выглядит. «Хендрикс» совсем шляпа. И такие вот левые легионеры есть в каждой команде. То есть, в принципе, 8 достаточно, просто когда кто-то из основных легионеров ломается, их некем заменить, потому что русский футболист на той же позиции, он априори слабее. И в этом минус. Так что, если бы был лимит на поле, было бы, наверное, нормально. 7 плюс 4, 8 плюс 3, 10 плюс 15, вообще нахер отменить лимит, я бы посмотрел на это, потому что, как минимум, был бы важный плюс. Упали бы зарплаты у русских паспортистов. Они стали бы рвать жопы. Они стали бы рвать жопы, в том числе в направлении Европы. А так, стимула нет, 3 ляма здесь получаешь или хотя бы полтора, и все у тебя в шоколаде. Поэтому 10 плюс 15, 8 плюс 17, разницы в целом немного. Топ-3 худших вратарей за всю историю в РПЛ. Ну, в РПЛ я сказать не могу точно, потому что РПЛ существует с 2001 года, а я смотрю футбол активно и внимательно с 2004 года, да и то с перерывами. Вот мой топ-3 Йосип Чондрич. Начинаем с конца, прошлый сезон, ротор. Если у тебя иностранная мыша, то эта мыша должна быть качественной. Чондрич вообще ни о чем. Дальше. Багги. Был такой вратарь в Спартаке и в Ростове ужасно прыгучий, пластичный и так далее. Но он вообще не умел выбирать позицию. Он совершенно не умел играть на выходах. Это просто была какая-то шляпа, какая-то катастрофа. Логично, что его выпизнули из России. И был еще Шафар, но вот честно вам признаюсь, Шафара, сука, не застал. Только по хайлайтам на Ютубе, как же он эпически привозил за Спартакой. Как же ожидаемо, что он потом нигде не заиграл. Ну вот Багги и Шафар пусть идут в комплектике. И третий вратарь это Иван Пилицоли. Этот Пилицоли выступал в Локомотиве. До этого он был, кажется, в Роме, переход в Локомотив. Этот слабенький чемпионат сломал мою карьеру. Изучите. Изучите, пожалуйста, портфолио Пилицоли. Только он сам сломал себе карьеру, потому что он, объективно, херовый вратарь. Хотя я видел, как он играет, когда мне было 13 лет, но выводы у меня сделаны были именно такие. Так что Пилицоли, Багги и Шафар и Йосип Чондрич своих херовых вратарей пишите, разумеется, в комментах. Почему так мало говорят и пишут про Томаса Мюллера? Ты даже ни разу не назвал его имя. Объясняю. Есть такая тема, как кликабельность заголовка. И есть фамилии футболистов, которые вообще не собирают клики. Вот для примера, Антуан Гризман. Сколько заходов у меня было на Евроспорте с его фамилией. Что вот-вот он там в МЮ перейдет. Что Барселону не усилит, а ослабит. Так, кстати, оказалось. Что он на самом деле какой-то слишком выебистый футболист. Что он там обожает Уругвай. Что он делал блэкфейс. Что он хочет выделяться. Как только я не подавал, Гризман никому вообще не интересен. Не знаю почему. Хотя видно, что он сам хочет привлекать внимание. Или кто еще? Погба. Погба был актуален только в 2016 году, когда его покупал Man United. Остальное время, ну если ты совсем жестко будешь его хейтить, возможно соберешь выше среднего. Если не будешь жестко хейтить, а будешь анализировать почему же вот так вот за Францию он играет стабильно, ярко и полезно. А в МЮ не всегда, мягко говоря, ты ничего не соберешь. И точно так же, даже хуже в разы с Томасом Мюллером. Я обожаю Томаса Мюллера. Мне нравится и как он играет, и как он себя ведет, и как он пытался на пресс-конференции шутить про Левангольский, и никто вообще не выкупил, не оценил. Реально люблю Мюллера. Но я перестал про него писать после сентября или октября 2015 года. Я тогда писал для Спортэкспресса и продавил как раз тему. Мюллеру исполнялось 26 лет. Я написал про него текст, типа там, с днем рождения, вот того-то, того-то добился, вот какая-то такая еще фактура, вот настолько это он важен для Баварии. И мне, шеф-редактор отдела футбола Вячеслав Короткин, он же Слава Новости Футбола, он мне тогда сказал, а какого хера ты делаешь вообще текст про футболиста, которому просто исполняется 26 лет? Повода никакого. Соберет он ни хера? Зачем это делать? И действительно, Мюллер тогда ничего не собрал, больше я, по-моему, не экспериментировал, но в этом выпуске все равно выражаю свой респект. Просто имейте в виду, если ваших любимых футболистов, которые вам нравятся, которые вас вдохновляют, нет в заголовках, это только потому, что они не привлекают массовую аудиторию. Назови 3-5 зрелищных матчей, которые закончились со счетом 0-0. Все просто. Чтобы матч, в котором нет голов, был для вас интересным, нужно за кого-то переживать. Я впервые так переживал в конце 2003 года за «Зенит» в матче с «Локомотивом. «Зениту» нужно было не проиграть. «Зенит» сыграл 0-0, всех качали, первое серебро в чемпионате России для «Зенита». Ну, в общем, праздник счастья. Прошло 8 лет. «Зенит» в 2011 году играл с «Порту» на выезде, тоже сыграл 0-0. Там, по-моему, 5 или даже 8 моментов создали португальцы, но Малафеев все нейтрализовал. Вероятно, лучший матч в его карьере. 0-0, все были довольны, зрелищно и так далее. Все круто. И вот недавно, в этом году, «Ливерпуль» — «Реал» после 3-1 на Альфредо Ди Стефано, поехал «Реал» в «Ливерпуль» на «Энфилд». Я там очень переживал, что уже все, состава нет, что «Клоп» сейчас проглотит «Зидана». Моменты действительно были у «Ливерпуля», но все летело то выше, то мимо. Сыграли 0-0. Я был полностью доволен таким исходом. Пишите матчи, которые закончились 0-0 и которые запомнили вы. Правда, кстати, вот я не знаю, можно ли еще адекватно оценивать «Италия» и «Германия» чемпионат мира 2006 года. Основное время закончилось 0-0, как комментарий праймового Василия Уткина. Как ты относишься к Бабангиде? Не стало Сталина, Стаханов больше к станку не встанет, Анна Герман не споет нам нового хита, только стадо пидоров дрочит гитару, рэп читает какая-то гопота. Если честно, нуль песен Бабангиды у меня в плеере. В Калининграде я не искал ни его подъезд, ни его хатку. Когда были новости, что он умер, я не расстроился. Когда выяснилось, что он на самом деле жив, я не обрадовался. Как персонаж он очень крутой. Больше всего мне почему-то нравится та деталь его биографии, которая посвящена его микрофонам. Считается, что он записывался на микрофон за 150 рублей. Я бы тоже с радостью так делал, но, к сожалению, самая дешевая, приличная петличка стоит 2000 рублей. За 150 я пробовал, там совершенно невозможно скрежет и так далее. Ну вот, Бабангиду уважаю, но и всех этих героев батлов я больше всех люблю, естественно, я вам уже говорил, дядю Женю. Дядя Женя Респектыч. Ребятушки, ну а теперь летит вопрос к вам. На чем вы смотрите Айбе? Прямо пишите в комменты название гаджета, потому что недавно мне прислали фотографию, где какой-то зритель смотрит Айбе на приставке Nintendo Switch. Я очень удивился, у меня, кстати, тоже была приставка Nintendo Switch, купил ее 4 года назад, сыграл ровно 2 раза в FIFA, мне не понравилось, я отложил ее куда-то, а потом отдал другу. В общем, как выяснилось, приставки совершенно не мое. Пишите название смартфонов, ноутбуков, телевизоров. Я обожаю гаджеты, обожаю технику, обожаю вообще всю эту индустрию, и мне прям вот было бы кайфово, если бы выяснилось, что кто-нибудь меня смотрит с умных часов, или с умного холодильника, или с какого-нибудь телевизора, например, там полтора метра, или сколько, два с половиной метра диагональю, или наоборот, на каком-нибудь стареньком-стареньком Android-смартфоне. Пишите обязательно. Ребятушки, сегодняшний привет летит строго по моей инициативе в Мурино. Это под Петербургом. Кто-то считает Мурино частью города, там рядом метро Девяткино. Вы знаете, почему я передаю туда привет? Потому что Игорь Растеряев, который далеко от больших городов, ну вы поняли, комбайнеры песни, все ее знают, он пришел недавно к еще не позднору и засрал Мурино, сказал, фу, вот это и есть разобщенная толпа, какая гадость. Жители Мурино, вам летит мой теплый привет, крепитесь, надеюсь, что у вас все будет кайфово. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, бейте обязательно в колокольчик и оставляйте ваши драгоценные комменты и вопросы под хэштегом АИБ. Чао!